Ну что, также ожидается ретроградный Нептун 28 июня, и он пробудет до 1 июля. Это планета-покровитель Рака, это планета-покровитель знаков рыб. И здесь, конечно же, это планета мистиков. Самое главное, что здесь, если вдруг будут какие-то разборки, то здесь, конечно, может быть много людей, выпивших, так сказать. Потому что не у всех будет трезвый Нептун, не у всех он будет давать, скажем, прозрение, у некоторых он будет нести туманность. Дорогие мои, все зависит от того, по каким вы программам живете, по высокой или по низкой. Ну что, идем в июль. Движение планет в июле, Сатурн и Меркурий соединятся 2 июля. Это поможет многим из нас решить вопросы или же продвинуться в карьере. То есть работа, работа, работа. И это хорошее время, когда Меркурий и Сатурн высветят некие вредные привычки, от которых надо бы отказаться. Надо бы каким-то образом... То есть можно блокировать, можно будет блокировать. Вот здесь, скажу честно, не буду говорить, что все будет зависеть от того, какие там у вас планеты, какая у вас там натальная карта, то есть в каком году вы родились. Здесь хочется сказать только одно. Дорогие мои, проявляем силу воли, блокируем, блокируем. Меркурий и Плутон соединятся в пару 18 июля. То есть смотрите, как интересно. Ретроградный Сатурн, а по новоисчислению, когда развалился Советский Союз, по новоисчислению Россия-Козерог, Беларусь-Козерог. Там еще есть, по-моему, Козероги в странах постсоветского пространства. Но вот как-то очень тесно сотрудничает Россия и Беларусь, поэтому я привожу этот пример, не буду их смотреть. Может быть, потом. И здесь у нас сколько, смотрите, вот в этот период, с 5 июня по 3 июля, у нас медленно-медленно, но после июля начинаются некие такие движения в сторону все-таки развития. Я надеюсь, карьерная лестница. Надо отказываться от вредных привычек со 2 июля. Да, потому что, видимо, ретроградный Сатурн некоторых, так сказать, поставит в жесткие рамки, да, а 18-го Меркурий и Плутон. И это, конечно же, время для учебы, это планирование будущего, то есть, а уже по Сатурну, по Меркурию со 2 июля по 3-е люди уже наверняка сдадут экзамены и будет уже некое такое движение к познанию. Я надеюсь, что советская система образования все-таки вернется. Далее, ретроградный Юпитер. Ретроградный Юпитер, он ожидается, будем ждать его 28 июля и пробудет он недолго, до 1 августа. Это период трат. Это деньги, дорогие мои, ой, будут улететь. Ретроградный Юпитер, знаете, вот он, были деньги, прошел Юпитер, и все, и денег нет. Мой совет с 27-го где-то июля по 2-е августа просто не посещайте магазин.